Друзья, всем привет! Наконец-то мы с вами опять встретились, сейчас конец декабря, пользуясь случаем поставила циферки 2021 года. Кстати, если хотите, то можете сделать такие на 22-й, у меня есть по ним мастер-класс. В общем, тема нашего сегодняшнего видео это ёлочные игрушки, причём у нас будет что-то в стилистике красота из мусорного ведра или супербюджетные ёлочные игрушки своими руками. Я решила, что нужно расхламиться перед Новым Годом. В общем, выброшу всё-всё-всё, чем я не пользовалась последние 2-3 года. Это касается особенно материалов для творчества, потому что у меня какой-то бесконечный хаос, я стою в коробках, думаю, что кто-нибудь меня точно поймёт. Поэтому в ближайшие несколько видео мы будем спасать то, что я не выброшу, и выбрасывать то, что я не спасу. Сегодня будет три идеи, погнали! Начнём с кофейного стаканчика. Это будет домик птички. Вначале прорезаю дырочку, через которую птичка будет в него заходить, и проклеиваю всё это тонким картоном. Теперь делаем крышу. Всё по стандарту. Сворачиваю конус, приклеиваю на термоклей. Далее подрезаю всё ножницами. Здесь будьте очень аккуратны, подрезать лишнего слишком просто и опасно. Теперь приклеиваю крышу к домику. Очень важно подержать долго, чтобы всё хорошо приклеилось. Если у вас будет бумажный стаканчик, он будет более прочный и, скажем так, менее деформирующий. Поэтому всё же рекомендую вам взять бумажный. Теперь сделаем палочку, на которой будет сидеть птичка. Немножечко заглядывая вперёд, скажу, что птичку я в этот раз не сделала. Возможно, что она будет в следующем видео, но домик уже есть. Палочка вот такая, простая, обычная. Теперь мне хочется сделать имитацию скворечника и приклеить палку сзади. Я взяла держалку для орхидеи, но вы можете взять карандаш старый или ручку. Будем заниматься декором и отделкой. Я нарезаю черепицу в форме трапеции. Если не получается, то в форме прямоугольничка. Кстати, я здесь использую упаковку из-под яиц. Вы можете взять обычный картон. В принципе, будет ничуть не хуже. Или же какую-нибудь плотную бумагу для придания рельефа. Теперь я по крыше, по кругу наклеиваю все эти черепички. Клею на термоклей. Также можно использовать клей ПВА, но это будет очень долго сохнуть. А здесь, так сказать, быстрый результат. Подбираюсь к верху. И сверху не забывайте приклеить петельку. Очень важно успеть его приклеить до того, как вы не закончили с черепицей. Иначе будут некоторые сложности. Кверху можете уменьшать размер ваших черепичек. Так крыша будет выглядеть аккуратнее и работать будет удобнее. Следующий шаг будет необязательным. Но из-за того, что мой стаканчик пластиковый, я решила дополнительно проклеить его бумагой. Все-таки пластик грунтовать сложнее и прочее бла-бла-бла. Бумага проклеена. Можно колеровать. Я решила сама заколеровать акриловую краску с помощью обычных строительных койлеров. Кстати, краска у меня акриловая тоже строительная. Но вышло, что вышло. Я забыла, что яркого оттенка почти не добиться. Бахнуло много краски. В общем, здесь можно использовать и гуашь, и акрил, и масляную краску. Только масло очень долго сохнет. Поэтому все-таки рекомендую вам что-то между гуашем и акрилом. Кстати говоря, строительный акрил стоит в миллион раз дешевле, чем художественный. Поэтому вы можете, как я, купить небольшую банку белого цвета, койлеры и, в общем-то, заниматься творчеством максимально. Мне захотелось сделать птичий домик в каких-то ильфячих оттенках, чтобы это был темно-красный, бордовый, в перемешку с темно-зеленым. Темные цвета у меня пока не получились, но это первый слой. Главное не сдаваться. В такие моменты я обычно беру койлер, неразведенный с белым, и просто этим койлером начинаю поверх какой-то основы красить, как я сделала и сейчас. Эта крышечка от койлера, конечно, в каких-то строительных моментах так делать нельзя, потому что краска будет непрочной, но под лак и поверх уже нанесенной акриловой краски, я считаю, что для елочных игрушек это допустимо. Не ругайте меня, строители. Теперь покрываю крышу в зеленый цвет. После того, как я ее полностью покрыла, я оставила игрушку на батарее, просохнуть на пару часов, потому что эта яичная клетка, она довольно-таки влагоемкая, и красить дальше было уже просто некомфортно, потому что сильно пачкались руки. И на самом деле хочу отметить, что с палочкой держать игрушку прям максимально удобно. Тем временем я уже достала художественный акрил, зеваться было некуда, все-таки темно-зеленый мне очень хотелось. Размешала зеленый с черным прямо на бумажке, как на палитре, и покрыла этим точечную крышу. Теперь я взяла ярко-красный цвет из художественного акрила, и повторяю все то же самое. Кстати говоря, я давным-давным-давно покупала себе набор художественного акрила. Было не очень много тюбиков, наверное, около 12, и что-то стоило это в районе 500 рублей, хотя тюбики были невероятно маленькими. А ведро 5 литров краски строительного акрила стоит, наверное, рублей 200-300. Конечно, еще нужно купить отдельно койлеры, но их можно между собой смешивать. В общем, экономия, по-моему, налицо. Теперь я взяла более темные оттенки, проработала какие-то стыки. Далее взяла желтый цвет, и вход в домик птички немножечко обрамляю этим желтым койлером, опять же, не размешивая водой. Палочку я покрываю в темно-коричневый, но на деле он выглядит практически как черный. Я думаю, что это не страшно. В принципе, у меня домик такой темно-загадочный. И теперь беру свои супер-любимые краски. Это художественный акрил в цветах металлика. Здесь 6 цветов. Кстати, набор этот тоже купила несколько лет назад. До сих пор он мне служит верой и правдой. Очень красивые цвета. Я довольна. Можно покрывать сухой кистью. Я вот здесь покрываю маленьким кусочком губки, просто для того, чтобы домик заиграл, чтобы он стал здесь такой новогодний, красивый, как настоящая елочная игрушка. Пока я красила его, задела петельку для подвеса. В общем, придется ее тоже покрасить, потому что она белая, хлопковая, и как бы уже будет не отмыть акриловую краску. Пока домик сохнет, мы переходим к следующей игрушке. Честно говоря, давно мечтала сделать какого-то оленя, супер-минималистичного, простого. Выбираю морду с красивыми рогами. Хотя я уже предчувствую, что с рогами будут проблемы. Для удобства работы картинку необходимо перевести на какой-то не очень толстый картон, для того, чтобы у меня остался этот шаблон, после чего перевожу все на более плотный картон и работаю уже с ним. Чаще всего я использую клей-карандаш, но сейчас у меня его не было, поэтому с помощью двухстороннего скотча будем приклеивать на более плотный картон. Кстати, я все время использую вторичный картон. Мне кажется, это супер экофрендли. Складываю коробочки из-под больших тортиков и печенья. Для прорезания рогов очень удобны будут маникюрные ножницы, но у меня их с собой не было. Также можно использовать канцелярский скальпель. В принципе, он хорош для мелкой работы. Забегая вперед, скажу, что мне очень понравился результат исполнения игрушки в такой технике, но рога это такая мелкая ветвистая вещь. В общем, мне бы хотелось придумать какую-то форму, чтобы повторить эту технику с более крупными массивными силуэтными очертаниями. Если у вас есть идеи, пожалуйста, напишите мне о них. Тем временем я перевожу нашего оленя на более плотный картон. Буду использовать всего один лист, потому что игрушка должна быть плоской. Если у вас картон довольно-таки тонкий и позволяет, то вырежьте два листочка и склейте между собой. Из арсенала инструментов у меня только канцелярский нож и ножницы. Я вырезаю на весу, потому что места для вырезки тоже не было, но если вы хотите сотворить чудо, то ничего вас не остановит. Я считаю так. В ходе работы я открыла для себя лайфхак. Довольно удобно опереть картонку на что-то. У меня это бобина скотча. И провязать по ней. Так вы не будете портить стол. И в целом работать будет довольно-таки аккуратно и комфортно. Ура! Мой олень готов. Смотрела я на него, смотрела и решила, что один рог лишний, потому что слишком сложно будет его обрабатывать, что называется. Поэтому я решила срезать левый рог. Мой картон оказался довольно-таки мягким. Я боялась, что рог может оторваться, поэтому проклеиваю все прозрачным скотчем. Даже если рог будет гнуться, то он будет довольно-таки прочный на отрыв. Рекомендую вам промотать с обеих сторон, желательно в несколько слоев. У меня рога довольно-таки тонкие и витвистые, поэтому я просто склеила скотч с двух сторон и подрезаю ножницами все лишнее и болтающееся. Ура! Переходим к самому интересному. Будем декорировать. Я беру бечевку, шпагат. У меня здесь диаметр около 1 мм. Если у вас есть нити потоньше, рекомендую их взять. Также подойдут какие-то остатки пряжи, нитки. Единственное, что не рекомендую вам брать нитки в стиле мулине. То есть лучше, чтобы это была единая, довольно-таки объемная нить. Во время обмотки лучше подклеивать нитку на термоклей. Также можно покрыть все, например, клеем ПВА или клеем-карандашом, для того, чтобы создать лучшее сцепление. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что мои нитки выбраны в цвет основы оленя. То есть картон и шпагат одинакового цвета. Если вы будете брать белые нитки, я рекомендую обклеить картонную заготовку белой бумагой. Так ваша игрушка будет выглядеть намного аккуратнее. Я очень долго думала, какой позиции придерживаться. То есть мотать ли всю основу сначала в одном направлении, потом в другом, или же менять направление, или постоянно мотать хаотично. Мой вывод таков. Вначале старайтесь делать все параллельно. Если это необходимо, то меняйте направление кардинально. Переходим к заключительной игрушке на сегодня. Я припасла три красивые стеклянные баночки. Глядя на бутылку такой формы, у меня рождаются ассоциации с пиратами, с их письмами, но я решила интерпретировать эту сказку на свою жизнь и написать список желаний на 2022 год, завернуть в рулончик и уложить в баночку. Желаний у меня много, поэтому список, мягко говоря, огромный. Декорировать буду красными ягодками. Припасла ветку еще с прошлого года, срезаю несколько штук и укладываю. Думаю, что настоящая сушеная рябина или шиповник смотрелись бы не менее интересно и классно. Возьмите на заметку. Теперь буду засыпать искусственный снег, чтобы добиться волшебства. Кстати, если вы не можете найти такие банки в продаже, можно использовать любые прозрачные из аптеки. У меня получился почти снежный шар. Самое время задуматься о подвесе. Подвешивать буду за пробку. Беру обычную винную, подрезаю ее, одну разрежу пополам, сделаю сразу на все три бутылки и подрезаю под диаметр отверстия. Можно зашлифовать, чтобы было все идеально. Мне нравится такой небрежный стиль. Смотрите, чтобы пробка входила достаточно плотно и туго, либо ее можно просто приклеить к бутылке. Кажется, получилось идеально. Будут две коротких пробки и одна длинная. Теперь вырежу длинную. Я убираю все следы заводской пробки. Также, я думаю, вместо пробки можно сделать рулон ваты или ткани. Будет тоже интересно. Спасибо, что посмотрели меня. Я хотела сделать какие-то подборки игрушек по типу эко или домики и прочее-прочее. Как всегда, ничего не вышло. Все получилось в разлад. Скажите, как вам мои идеи? Самое интересное — это понравился ли вам мой олень? Потому что у меня на его счет возникало много сомнений. Но в итоге вот эти вот крупные стежки, если так можно сказать, крупные мотки, мне показались реально очень стильными и крутыми. Думаю, еще одну игрушку в таком стиле организовать. Только не могу придумать форму, потому что все-таки с рогами было сложновато. Если у вас есть какие-то идеи формы, обязательно скажите мне об этом. Буду очень благодарна. Хочу вернуться к этой малышке. Спешу напомнить вам, что две бутылочки абсолютно пустые. Мне бы хотелось их как-то наполнить. Может быть, сухоцветами, птичьим перышком. В общем, если есть идеи, пишите. Надеюсь, что досниму про их судьбу в этом году. Спасибо, что посмотрели. До встречи в следующем видео.